МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осталось побывать на республиканском сборном пункте и узнать, как ребята преодолевают последний рубеж между гражданской и военной жизнью, а также, что их ждет вне гражданки и к чему нужно быть готовым призывникам. С чего начинается армия? Армия не театр, хотя многие скажут, что есть что-то общее. Армия начинается с контрольно-пропускного пункта, а уже потом, как в театре, вешалки, но с обменом гражданской одежды на форменное мандирование. Таинство перевоплощения вчерашних беззаботных парней в солдат происходит на сборном пункте. Здесь призывникам в полном объеме выдают летнюю и зимнюю форму одежды, а также сумку для ношения формы одежды. Помимо этого, солдатам выдают кружку, ложку, мыло, полотенце вафельное, платок носовой и армейский несессер. Получает он 17 наименований, начиная в виде лесбелья и кончая в куртке демисезонной. Все полностью. В набор еще входит, кроме этого, кашне, шарф, носки, кепка, футболка. Дополнительно еще они получают так называемый насессер, белье теплое в рюкзаке, в сумках вот этих баулок, тапочки казарные, ремни поясные, брючные, мыло, полотенце, крошка, ложка, ну как все положено. Все это они имеют. Многие спросят, что же такое несессер. По-другому ее называет мужская косметичка. Ведь личная гигиена в армии – одна из главных составляющей. Я ее называю косметичкой. Там перечень 19 наименований, там все есть. Начиная от гелей всяких для ног, для рук, конча зубной пасты и ножницами, чипчиками. Предметы личной гигиены, качество и, самое главное, теплая военная форма на сумму более 14 тысяч рублей полагается каждому призывнику. Поэтому родителям не стоит переживать – ребенок укомплектован. Но это еще не все. Прежде чем солдат начнет отдавать долг родине, родина должна снабдить его банковской картой, куда ежемесячно будут перечислять по 2 тысячи рублей. Базовая ставка солдата по призыву. В ожидании отправки воинской части солдаты прибывают в казармы, где есть возможность зарядить телефон, а вместо комнаты для хранения оружия на призывном пункте имеются комнаты для верующих. Все прелести армейской пищи солдаты познают, конечно же, в столовой. Питание осуществляется со дня прибытия. Пищу готовит гражданский персонал. Рацион разнообразен. На каждого призывника ежедневно выделяется 250 грамм мяса. То есть 100 грамм мяса идет у него на завтрак, а 150 грамм мяса идет в обед. Мясо в основном идет порционное, то есть кусковое. Два раза в неделю они едят пельмени. Вся штучка у них выдается в индивидуальной упаковке. То есть три раза в день у них идет масло сливочное, которое тоже идет в индивидуальной упаковке по 15 грамм. Также они получают 4 раза в неделю молоко 200 грамм в индивидуальной упаковке в коробочках. Также сок в индивидуальной упаковке по 200 грамм они получают. На ужин у солдат идет рыба 120 грамм по норме питания. То есть все как бы у них идет в рамках госконтракта. Все это питание просчитано, то есть в соответствии с нормами, чтобы солдату хватало на целый день. Призывники очень довольны. По их словам, еда вкусная, будто готовит мама. Более того, некоторые даже не доедают. Кормят хорошо, почти как дома. Весные продукты, то есть каждый день масло, каждый утром, в обед и даже на ужин. На завтрак давали кашу с сосисками, яйцо, кофе. Прикольно, классно. Кормят очень хорошо, даже иногда не доедаешь, потому что, ой, переедаешься, потому что очень вкусно все, все очень вкусно, все хорошо. В дорогу солдатам она может быть очень длинной. На сборном пункте обязательно выдаются сухие пайки. На сборном пункте перед призывниками регулярно выступают представители общественных объединений и основных религиозных конвессий республики, коллектива художественной самодеятельности, а также ветераны войны. Они не дают оскверни, унизить цену нашей победы, которая была в 45-м году. На республиканском сборном пункте новобранцы проводят, как правило, 2-3 дня. За это время парни узнают точное место будущей службы и знакомятся с покупателями. Так именуют представители воинских частей, которые забирают ребят на службу. В помещении сидят уже переодетые и готовые к отправке бойцы. Среди них и кумертаусцы. Их поезд отправляется в 12 часов вечера. Служить парни будут на Дальнем Востоке, в радиотехническом полку. Служить там неплохо, хорошо, климат благоприятный. Находимся на одной параллели, как и Сочи. Там тепло, зима мягкая, довольно-таки приятная. Ну, служить у нас тоже неплохо. У нас как бы часть напрямую подчиняется Москве. И как бы у нас показательная часть. Мы занимаем всегда по Дальнем Восток первые, вторые места. И как бы у нас с неуставными взаимоотношениями вообще дел никаких нет. У нас как бы все всегда отлично. Будущие солдаты травят анекдоты, рассказывают о планах на будущее. Кто-то планирует ослужить год и вернуться домой, чтобы получить высшее образование. А кто-то свяжет свою жизнь с профессиональной армией. На лицах ребят улыбки, но не всем удается спрятать свое волнение. Вообще прекрасно и просто. Конечно, первый день был это тоскливо, честно говоря, а сейчас очень нормально. Даже выезжать неохотно. Служить всем надо. Все служили. Я служить буду. Неплохо служится. Кормит хорошо. Общается тоже замечательно. Не гоняет особо сильно. И сегодня выезжаем уже в часть. Боязнь есть? Привет, привет. Да. Всегда она присутствует. Как бы далеко от дома так. Особенно настолько далеко. Это еще ни разу не уезжал. Поэтому боязнь есть. Ну, она пропадет со временем. Поэтому все хорошо. Родителям в первую очередь. Чтобы не переживали. Потому что все будет хорошо. Ну и здоровье самое главное. Парни еще немного дурачатся. Просят сфотографировать их на память. А уже ночью поездами в разные концы нашей родины к месту службы отправятся ребята. Прибывшее пополнение уже на месте приступит к изучению устава и военной дисциплины. Совершенствованию физической формы. В этот оттенний призыв социапубликанского сборного пункта в ряды вооруженных сил Российской Федерации будет отправлено порядка 6 тысяч человек. Из них 150 ребят из города Кумертал и Кургазинского района. Призыв в самом разгаре, который продлится до 15 декабря. Константин Меркушев, Амир Кедрасов, Сергей Николаев, телекомпания АРИС. Так сложилось, что в наше время общество не может обойтись без учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если уж суждено быть, то они должны быть такими, каким является Кумерталский детский дом, который в этом году отмечает 60-летие. Об условиях проживания детей, о подношении к ним взрослых и немного об истории создания учреждения в нашем специальном репортаже. Кумерталский детский дом готовится отмечать юбилей. Сотрудники поднимают архивные документы, фото, видеоматериалы. Встречаются с ветеранами, которые помнят историю создания и становления учреждения. Все началось в далеком 1956 году. С этого времени и ведется Книга приказов. В ней первая запись от 25 октября об открытии детского дома. Через два месяца директор Софья Николаева сама привезет первых детей из села Ермолаева. Их было четверо. В то время учреждение располагалось в здании по адресу Социалистическая 2. Сейчас здесь жилой дом. Со временем учреждение пополнялось воспитанниками. И уже в 1977-м при руководителе Райли Хайдаровой детский дом переехал в новое здание, где существует и поныне. В те годы бухгалтером была принята и Валентина Комиссарова. Сейчас Валентина Даниловна на заслуженном отдыхе. Но она часто приходит сюда, встречается с коллегами, навещает ребятишек. Я работала в интернате. А потом Райли Хайдарова, она меня стала звать сюда. Нет. Сюда и сюда. Раз придет, мне уже неудобно стало. Человек постарше меня был. Вот. Ну вот я пришла сюда. Сюда пришла. Здесь дети маленькие, а там большие. Там как-то здесь... Сначала первые годы, первое время я плакала сильно. Потому что детей жалко было. Прямо особенно, когда привезут, да еще двоих, троих. Они один, другого меньше. И вот стоят и заглядывают на тебя. Ой, так было жалко, ужасно. Прямо я вот на взрыв плакала сначала. Потом мне сказали, говорят, ты всех не переплачешь. Ты переставай плакать-то. Ну а потом в работу втянулась, тянулась. Я же говорю, и не скоро уйдешь отсюда. Потому что уходить надо, надо доделать что-то. На полпути дело не бросают. Некрасиво, нехорошо. Пока это доделываешь, уже другая работа. Тоже надо делать. Тоже нехорошо оставить. И вот я двадцать лишних лет проработала так. Дочери Валентины Комиссаровой пошли по стопам мамы. Марина Павлова, 32 года, как работает в детском доме, инструктором по физвоспитанию. Мама и брат хотели видеть ее врачом. Но Марина Викторовна выбрала свой путь. И ни разу об этом не пожалела. Сейчас она очень радуется, когда воспитанники спустя годы выбирают спортивные направления работы. Значит, все было не зря, говорит она. Я хотела, чтобы она медицинский закончила. И Толик хотела, чтобы она медицинский закончила. Он, наверное, понимал, что он простым врачом не будет работать. Что он говорил, я ее возьму к себе, и она будет там у меня. Она не захотела. Ни к нему, ни ко мне. Сама к себе. Когда получается у ребенка выполнять какие-то задания, ты радуешься этому итогу. Понимаешь, что ты сам, твоим трудом ребенок достиг этого. Мне очень приятно, когда недавно приехал Игорь и говорит, Марина Викторовна, а я помню, как мы у вас на кольцах занимались. Значит, все-таки какую-то часть себя и часть выбора его профессии я все-таки внесла. Были у нас еще сыстры Льдамака. Была девочка с мальчиком, Марина с Витей. Они тоже мне присылали письмо, где благодарили за то, что я с ними занималась. И они пошли по спортивной стезе. Мне это очень приятно. Младшая Татьяна также пришла работать в детский дом, не раздумывая. И вот уже 23 года она дарит детям свою любовь и заботу. Мама работала в детском доме, сестра уже начинала работать в детском доме. Я сюда еще маленькой девочкой приходила, к ним играла с ребятишками. Ну вот так для себя еще с детства решила, что буду тоже воспитателем. Вот окончила 11 классов и пошла учиться в наше Кумерталовское педагогическое училище. Сразу после педагогического училища пришла в детский дом воспитателем. Не было желания там куда-нибудь другое место? Нет, у меня даже как-то и мыслей других не было. Я уже здесь все знала. Был для меня как второй дом. Я сюда свободно приходила, поэтому сразу решила, что только сюда. Среди фотографий очень мало о коллективе, но очень много детских снимков. И всех мальчишек и девчонок педагоги помнят. Имена, как поступили в детский дом, как сложилась их судьба. Ведь за 60 лет детский дом стал родным для нескольких сотен ребятишек. Многие из них обрели приемных родителей. А если даже это не случилось, повзрослев, они сами устроили свою жизнь. Бывает даже возвращаются, но только чтобы работать. Мне было 3,9, когда меня сюда привезли. Вот до 7 лет я здесь была, прожила, считай. Потом отсюда я попала в интернат. В интернате отучилась. До 9 класса с интерната я попала в Кумертау. В училище в 55-е. Там отучилась. Потом познакомилась с парнем, с маячного опять-таки. И вот 3 месяца подружила и замуж вышла. И поступила на работу в 94-м году сюда. И с того пора работаю здесь. В социальную реабилитацию здесь проходят дети с разных уголков республики. Для них здесь стараются создать комфортные условия проживания. С ребятишками занимаются логопеды, дефектологи, психологи, инструкторы по спорту, воспитатели. Это люди, которым дети рассказывают свои секреты, обращаются за помощью или просто за теплым, добрым словом. В группе «Ягодка» дети подготовительного возраста. Учится читать, писать, участвует в театральных постановках и концертных программах. У каждого свои увлечения, свои мечты, переживания. Катя предпочитает заниматься спортом. Милана рисует. Кирилл может часами собирать конструктор. Маленький Амир мечтает стать супергероем, чтобы спасти мир от злодеев. Все дети разные, но каждый ждет внимания взрослых. Ах, как мне нравится курай, ах, как на нем мой брат играет. Прошу я брата поиграть, еще немножко на курай. Как эта палочка поет, хочу понять, не понимаю. Вот уже который год я над этим голову ломаю. Даже по улице идет мокрая дорога, много капель на стекле, а степла немного. Как осенние грибы, зонтики мы носим, потому что на дворе наступила осень. А во что вы любите с друзьями играть, что вы любите делать? Токонялки, прятки и снежки, снеговика лепим. Мы только вон растаю, катаюсь на леченках. Мы ходим на улицу играть. Это стих не рассказывает. Там мы лопаты берем, копаем. Мои друзья Кирилл, Степан, Львон, Вика, Катя, Милана, Даша. Много друзей у тебя, да? Да. А как вы отмечаете день рождения? Дня рождения? У кого-то день рождения, когда у кого-то день рождения, там Максим приезжает и дарит подарки. А Максим кто это? Максим это он добрый. Благодаря опытным педагогам дети чувствуют себя защищенными, нужными, любимыми. Наверное, поэтому здесь могут работать только люди с открытой душой. Да и другие просто не задерживаются, говорит директор детского дома Светлана Ерофеева. Тот человек, который радуется успехам детей, огорчается их неудачам. Все тонкости работы она узнала еще когда начала работать воспитателем в 80-х. С 2000 года ей предстояло возглавить всю деятельность учреждения. Я не просто переживала, я очень переживала. С одной стороны, у меня какие-то мысли были такие, что я-то знаю детский дом, я знаю, что и как здесь, что нужно сделать. Вроде бы как, и должна бы я этим заняться. С другой стороны, я очень переживала, потому что, опять же, знала все. Сколько на тот период было проблем, это ведь был 2000 год, это не было денег, не было продуктов, это было очень плохое финансирование, не было зарплаты. Это вот тот период, когда руководить учреждением, каким бы то ни было, было очень сложно. С тех пор детский дом преобразился. Сделан капитальный ремонт во всех группах. Заменены полы, потолки, стены, окна. В комнатах гигиены приведена в соответствие требованиям вся сантехника. Закуплены кровати, постельное белье, игрушки. Созданы современные комнаты релаксации. Это сенсорная комната, сухой бассейн, живой уголок и многое другое. Все это благодаря шефам, говорит Светлана Николаевна. И, как оказалось, это не все. Изменения произошли во всей системе работы. Большое внимание стало уделяться адаптации детей к реалиям жизни. Стали организовываться походы, экскурсии, познавательные игры, конкурсы. И для педагогов это гораздо больше, чем работа. Преобразования начались с 2002 года. Я уже говорила как-то об этом, что вот тот период, когда я работала воспитателем, я же с другого уровня смотрела вот эту вот всю работу изнутри, непосредственно с детьми. И вот те все мысли, которые у меня возникали, когда я работала воспитателем, став директором, у меня появилась возможность это все реализовать. Первое, что мы стали делать, мы стали выезжать с детьми в поход. Ну, как ребенку объяснить, вот какая она картошка печеная в костре, если он его ни разу не видел, если он костра не видел, если он в палатке не спал. Это вы ведь никак не расскажете, не объяснишь, а детские воспоминания, они самые такие цепкие, и они длительные, вот именно эмоциональные какие-то впечатления. Мы начали с детьми выходить в походы. Первый раз было очень сложно, сложно было убедить сотрудников. Это ведь или ты пришел в группу, отработал, и вроде как ушел, или это нужно идти в лес, и за детьми же сложнее там смотреть, их нужно организовать. Мы выезжали в походы, вот весь детдом выходил, оставалось только прачечное, потому что стирать нужно было. Изменения коснулись и формы устройства детей в семью. Это обучение будущих приемных родителей, подготовка ребенка к переезду. В этом направлении разработана своя программа. Отличительная черта вот именно нашего детского дома по семейному устройству детей. Мы подбираем ребенку семью. Не наоборот. Обычно заявители приходят и говорят, там, вы бы хотели взять в семью такого-то ребенка. Я говорю, да, хорошо, спасибо, но давайте пойдем от обратного. Мы ребенку подбираем семью. Сейчас у детского дома немало задумок. И все они касаются совершенствования работы, повышения качества жизни детей, их реабилитации. Ну а в ближайших планах отметить юбилей. Собрать вместе педагогов, воспитанников и друзей. На минувшей неделе в городе состоялось настоящее юмористическое шоу. В пятницу 11 ноября во Дворце Угольщиков любители клуба веселых и находчивых отметили сразу два юбилея. 55-летие КВНа и пятилетие городской команды КВН «Огурец». Подробности с торжественного события смотрите далее. В ноябре 2011 года во Дворце Угольщиков прошла первая игра команды КВН «Огурец». Тогда на Кубке Горда встречались четыре команды. Одна из них – команда из Оренбургского государственного университета. Эту встречу можно считать новым возрождением клуба веселых и находчивых в городе Кумертау. Тогда еще ребятам казалось, что это развлечение на один день. Но все так зашло далеко, что в свои годы они сейчас выходят вновь на сцену и радуют зрителя. Ну привет, наши любимые! Ну здравствуй, здравствуй, родной город Кумертау! Город, который скоро станет территорией опережающего развития! В пятничный вечер провести свое время пришли не только жители Кумертау. Посмотреть приехали гости с соседних городов. Аншлаг на юбилей КВН был обеспечен. И было видно, что у ребят за эти пять лет появились настоящие поклонники. Мы самые большие поклонники этой команды, потому что она развивалась, становилась на наших глазах. Это наши дети, это наши выпускники. И теперь это уже наша гордость. Мы смотрим, как совершенствуется профессионализм, как растет мастерство ребят, как они уверенно двигаются на сцене, как они уверенно держатся и на сцене, и в жизни. Мы очень рады за них. Желание играть в КВН у команды «Огурец» пришло и раньше. Но совмещать учебу и свое развлечение у тогда еще студентов было сложно. Но все-таки шаг был сделан, и 11 ноября для участников команды теперь знаменательная дата. Ребята вообще выросли в своем творчестве. Конечно, первые их выступления были немного робкие, они стеснялись. Сейчас практически уже мэтры на сцене ведут себя достаточно свободно, комфортно чувствуют себя, находятся, можно сказать, в своей стихии. Молодцы! Я рада за ребят. Это реально очень крутая команда. Тут каждый, абсолютно каждый участник этой команды очень индивидуален. Он привносит что-то в новое, что-то интересное. Но, в принципе, я не знаю, мы северяли очень, наверное, долго дружим. И с каждым годом они стараются и выдают что-то новое, что-то большее. Это круто! В течение двух часов на сцене Дворца угольщиков ребята смешили и радовали зал своими миниатюрами и постановками. Шутки, танцы, песни – все было на сцене. А в год российского кино стоит вспомнить вот такого переводчика иностранных фильмов. Джон! О, нет, Джон, нет! Нет, Джон! Я могу выжить, твои ноги, твои глаза, твои глаза, твои ноги, твои ноги. Никогда, никогда не забывайте идти. Так, что ты очень-очень ждёшь, огонь на моем огне. О, мой огонь, Джон, строго, нет! Не убирай, Джон! Значит, на английском! Поздравить ребят с юбилеем пришли первые лица города. Среди них и глава администрации Борис Беляев. Он поздравил команду с праздником и вручил необычный подарок – корзину свежих огурцов. Я знаю, город будет, я знаю, сад будет, когда такие люди у нас в Кумертау есть. Поздравить ребят с юбилеем. Поздравить ребят с юбилеем. Ну и что, мы всегда поздравим вас на огурцами. Я дарю им целую грязь и нашу лицом свежих. Браво вам! Огурец – это бренд нашего города. И я очень рад, что у нас очень активно развивается КВНовское движение. Нам пора уже попадать в компанию «АМИК» к Александру Маслякову. Поэтому еще год-два, и мы уже в высшей лиге, можно сказать. Вижу в них потенциал, вижу в них желание творить. И я вижу в них творческую личность. Поэтому у них все будет хорошо. На юбилейном вечере зрители не раз убедились в возрождении КВНовгороди. Что у нас творческая и растущая молодежь. Команда КВН «Огурец» преподнесла зрителю настоящий праздник. Мероприятие было разъемно на два блока. В первом ребята показали зрителю конкурс приветствия, открыли свое собственное радио, а также окунулись в лесную сказку. Какого снегопада! Какого снегопада! Такого снегопада! Какого снегопада! Такого снегопада! Какого такого снегопада! Снег кружится, летает, летает. Так встали на место! После небольшого перерыва ребята вновь вышли на сцену. Второй блок был музыкальным. Команду «Огурец» пришли поддержать танцевальная группа XDA. Победители недавнего соревнования в Уфе исполнили свои зажигательные номера. С праздником «Огурцов» поздравили друзья как по сцене, так и по жизни. Команда Горного колледжа – отдел кадров. Зритель еще раз убедился, что все-таки соперничество команд только на сцене. А за ней процветает настоящая мужская дружба. Кто-то стал тут здесь, пять лет от дружба. Спасибо, ребята, за соперничество у вас. Город, горы, 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 спасибо! Пять лет – это не просто совместная работа, это дружба. Ведь они только на сцене вместе. Они и по жизни вместе. Это здорово, когда у каждого, если бы были вот такие друзья, которые и посмеятся, и поплакать, и все замечательно. Праздник удался. Зритель в хорошее настроение покинул зал. А ребята, уставшие, делились своими впечатлениями. Концерт прошел на оценку «Отлично», я считаю. Все было классно. Зритель ушел в хорошем настроении, я считаю. Позитивно заряжены эмоциями. В Кумертау прошел праздник национальных культур «Венок дружбы». Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Народы Башкортостана». Праздник представляет все жанры самодеятельного народного творчества южной зоны Республики Башкортостан. Концертную программу открыла этно-рок группа «Бэймбет». Это сравнительно молодое направление в культуре, объединяющее элементы народной музыки и рока. Однако самодеятельные артисты Кугорчинского района сумели сформировать солидный коллектив. Члены экспертной комиссии, а также зрители с удовольствием послушали инструментальные композиции. Большой интерес вызвала игра на кубызе солиста группы «Расеха Садыкова». Таких талантливых исполнителей и собирает праздник национальной культуры «Венок дружбы». Так и в этот раз в зале филиала РЦНТ «Дуслык» выступали лучшие коллективы Юга Башкортостана. Этот галоконцерт можно назвать своеобразным подведением итогов творческой работы вокальных, хореографических и фольклорных ансамблей за прошлый год. Ничего не случилось, нам ветер, нам крылья, нам не страшна высота любая, любая высота. Программа фестиваля многогранная и отражает культуру народов, проживающих в нашей республике. Здесь можно было услышать народные и эстрадные песни на разных языках, увидеть современные и национальные танцы, насладиться богатой палитрой звучания национальных инструментов. Все участники «Венка дружбы» являются лауреатами и победителями различных конкурсов, как районных, так и республиканских. Такие встречи позволяют творческим коллективам показать свое мастерство, посмотреть на выступления своих коллег. Ну а тем временем в Куиргазинском районе прошел семинар по организации ремонта сельхозтехники в осенне-зимний период. На пленарной части заседания были заслужены руководители предприятий, работающие в данной отрасли по всей республике. В своих докладах они рассказали о перспективах развития агропромышленного комплекса. Программа из семинара включила в себя теоретическую и практическую части. В районном Доме культуры состоялось пленарное заседание, на котором выступили руководители управления сельского хозяйства. Открыл семинар министра сельского хозяйства республики Николай Коваленко. Он рассказал об итогах пассивных и уборочных работ в деятельности машино-тракторных станций. Также министр отметил значимые достижения в сфере машиностроения по Башкортостану. Республиканцы предприятия уже вышли на уровень производства самоходной техники, таких как самоходная косилка Чулпан, зерноуборочный комбайн Мурмец, сборка тракторов Т-150 колесных. Однако конструкторская документация разрабатывается только на одном предприятии, на Сталинтомахском Башаграмаше. Хотел бы сказать, что у нас Чулпан вошел в программу 1432, федеральную программу. Важную роль в успешном развитии сельхозпроизводства играет уровень технической оснащенности предприятий, эффективность использования имеющейся техники и оборудования. Результатами работы агропромышленного комплекса в районе поделился глава администрации Ахат Кутлу Ахметов. В своем выступлении он также представил перечень сельхозтехники, задействованной в полевых работах по району. На сегодняшний день в сельхозпредприятиях и крестьянской фирме хозяйств Маша района имеются 540 тракторов различных марок, в том числе 51 Кировец, 42 Т-150К, 119 гусеничных тракторов. Для успешного проведения оборудования урожая в наличии 83 зерноупоршенных и 10 кормоупоршенных комбайнов. На совещании были затронуты темы производственного травматизма в организациях агропромышленности и, соответственно, правилах безопасности при эксплуатации техники. Участники семинара также смогли узнать больше об использовании новых навигационных технологий, на основе которых земледельческие работы выполняются наиболее точно и эффективно. В завершении пленарной части все присутствующие были приглашены посетить предприятие «Ремонтник» и мастерские СПК имени Кирова. В пятницу в БРГ номер 3 чествовали заслуженного учителя Республики Башкортостан Хадичу Гимрановну Кензибаеву. Юбиляры пришли поздравить не только ее коллеги и ученики. Среди гостей были известные писатели Республики, фольклорного коллектива имени Кензия Арсланова, представители общественных организаций, Совета ветеранов. Те люди, с которыми Хадича Гимрановна работала или же продолжает сотрудничать и по сей день. На юбилейном вечере была и наша съемочная группа. В Башкирской республиканской гимназии номер 3 в пятницу принимали гостей. В этот день в образовательном учреждении чествовали заслуженного учителя Республики Башкортостан, ветерана Великой Отечественной войны Хадичу Кензибаеву. Ей исполнилось 85 лет. Неудивительно, что ее пришли поздравить известные писатели Республики, среди которых Фарзана Губайдулина, Закера Акберов, Талгат Шагманов. В зале учителя башкирского языка, для которых она была строгим наставником. Много теплых пожеланий передали от своих коллег директора школ номер 13 имени Мухаммеда Искужина и Республиканского политехнического лицея. Музыкальный номер подарил руководитель башкирского фольклорного ансамбля имени Кензи Арасланова. В свое время Хадича Кензибаева была активным инициатором создания коллектива. Было еще много творческих объединений, которыми она руководила. Это ансамбль кубызистов, драматический кружок и другие. Большой вклад Хадича Гимрановна внесла в дело сохранения и развития башкирского языка, воспитание молодежи, подготовку будущих педагогов. Поэтому ее называют учителем учителей. Она внесла очень большой вклад в преподавание башкирского языка в городе Кумертау. И будет правильным сказать, что именно она первым начала преподавание и была некоторым единственным учителем башкирского языка и литературы. Поэтому проведение именно башкирской гимназии юбилея Хадича Гимрановны является не только для нас важным, но и для всего учительства города. В эти дни Хадича Гимрановна принимает активное участие в общественной жизни города, как член Совета ветеранов. Об этом говорил председатель объединения Загер Акберов. Казахер Акинзибаевой ветеранов Великой Отечественной войны. Кумертаусский городской сайт ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет вас с 85-летием, со дня рождения. Вы прошли большой жизненный путь, более 500 лет своей трудовой деятельности посвятили педагогическому труду, воспитывали учащихся и любовь к родному языку, истории башкирского народа, его культуры, обычаи. Ваш труд отмечен орденом Загпочета, медалями. Вам присвоено высокие звания засуды, учитель башкирский АССР. Поздравили юбиляры и учащиеся башкирской республиканской гимназии номер 3. Они представили башкирские танцы, исполнили песни на родном языке и рассказывали стихи. Для обучающихся творческий вечер стал познавательным уроком. Они узнали, как при желании человек может достичь таких успехов. В завершении выпуска о спорте спортивные турниры на призы главы администрации продолжились 11 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». На этот раз стартовал республиканский турнир по греко-римской борьбе. Подробности с церемонии открытия смотрите далее. Турнир по греко-римской борьбе проводится ежегодно. Традиционно он проводится в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». На чемпионат съехали спортсмены со всех городов республики, а также с Оренбургской области. Всего было представлено 14 весовых категорий. И в каждой из них ожидалась упорная борьба за призовые места. На церемонии открытия присутствовал глава администрации Борис Беляев. Он поприветствовал спортсменов и пожелал участникам турнира настоящей спортивной борьбы. Я хочу поприветствовать наших бойцов, наших муниципалитетов, которые отликнулись на наш мир и приехали на город, чтобы проявить, показать себя, дорогие бойцы. Добро пожаловать за куколом. Сегодня мы видим прекрасные войны. Сегодня и завтра мы увидим, как вы стремитесь. Также на церемонии открытия присутствовали почетные гости. Первый заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Павел Муслимов. Один из основателей греко-римской борьбы в городе Кумертау Николай Кашников. А также президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан Рафис Садыков. Кумертау имеет очень большие и хорошие спортивные традиции. Имеет очень хороших много трениров. И вот результаты этой работы, результаты вот этой деятельности из города Кумертау, представляющего Республику Башкортостан, наступает много спортсменов. На открытии было отмечено, что в Кумертау большое внимание уделяется развитию опорных видов спорта. Напомню, 8 июля 2016 года в Министерстве молодежной политики и спорта было заключено соглашение по развитию опорных видов спорта в нашем городе. Соглашение предусматривает развитие базовых видов спорта, как материальное и техническое, так и в виде дополнительного обучения тренерского состава, содействия в праве проведения республиканских соревнований и многое другое. Этот турнир доказал, развитие греко-римской борьбы продолжается. Тому факт подтверждения большое количество спортсменов. По окончании торжественной церемонии открытия прошла разминка борцов, после чего начались двухдневные соревнования. Победителем весовой категории 63 килограмма стал кумертаусец Роман Шарафуддинов. В финале он одолел также кумертаусца Ислама Хасанова. Всего же кумертауские спортсмены на республиканском турнире по греко-римской борьбы на призы главы администрации завоевали одно первое место, семь вторых и шесть третьих места. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова